Добрый день! Мы с блогом актуальным на наш сайт. Рыбгаде Поло, конечно же, не согласился показаться в кадре. У него такое кредо, он только рисует нас, поэтому... Но Безрато все, может быть, его голос в кадре мы все-таки услышим. По крайней мере, таким образом мы заслужим пообщаться с нашим великим художником вживую. Окей, и я на самом деле вот здесь заскочил на пернисаж. На самом деле эти репродукции, они производят совершенно невероятное впечатление, когда они в маленькой книжечке-то одно, а когда они все-таки большой картины, это как-то впечатляет больше, может быть, нет? И вот из всех картин, которые здесь, иллюстрации, которые здесь есть, вот это мне лично, вот мое личное ощущение, оно мне нравится больше всего. Есть некоторые люди, которые критикуют, говорят, что здесь кто-то с младенцем, это не наша тема. И я говорю наоборот, наша тема, здесь есть отец. Без отца, может быть, это не наша тема, а с отцом вот таким, который держит одеяльце и собирается накрыть этого младенца, это совершенно наша тема. Вот, и меня в свое время очень поразила трактовка, которую Рэб Гадди дал этому шедевру. Если можете, скажите нам ее, пожалуйста, если вам не трудно. Потому что, как бы, вот здесь, если посмотреть на нее в полном, здесь она, как бы, на репродукции, она немножко, как Рэб Гадди сказал, она немножко усечена. Агрирована. Да, а вот здесь есть, покажите нам вот эту вот идею, которая мне просто греет сердце. На самом деле, про иллюстрации рассказывать ничего нельзя, потому что иллюстрации должны рассказывать сами. Сами за себя, да? Когда художника просят рассказать про иллюстрацию, это уже, это называется уже неудача. Здесь немножко завуалирована ваша идея. Да, здесь она немножко, она сильно завуалирована, как и во всех остальных картинах есть вещи завуалированы. Для того, чтобы показать, как оно работает, и что есть такие вещи, не для того, чтобы их искать, просто я хочу сообщить, что есть такие вещи, вы их не увидите, я их прячу очень сильно, очень... Мне кажется, на вашем блоге вы тоже... Да, 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 были несколько примеров, да. Вот, но дело в том, что... Только для того, чтобы показать, что есть такие вещи, я один из примеров здесь приведу, что идея такая, что здесь папа-мама, папа хочет как бы защитить ребенка, он держит перед ним ногу на одеяло, как бы собирается. И мы видим складки этого одеяла, значит, и как бы вместе с мамин рукавом они окружают этого ребенка в какую-то защищенную какую-то... Как защищает ребенка мать? Но дело в том, что... Мы очень хорошо все знаем, что у родителей есть какие-то ожидания от детей, они хотят, чтобы они росли успешными, удачными, решимаемыми и так далее. Благобоязненными. Да, но дело в том, что написано, что есть три сообщника в каждом... Создание, в сотворении человека. Это папа, мама и Всевышний. И Всевышний здесь, он не то, что равноценный создатель, потому что эти папа и мама, они тоже дети Всевышнего. И вот я хотел показать такую мысль, что точно так же, как у папы с мамой есть какие-то ожидания от своих детей, точно так же у Всевышнего есть ожидания от всех нас, от папы и от мамы тоже. Точно так же, как мы хотим только всего самого лучшего нашим детям, и так же, как мы хотим дать им все, что мы только можем дать, и облегчить им все, защитить их. Точно так же Всевышний хочет защитить нас и дать нам все самое лучшее. И намек на это дается... Они, конечно, стоят в шатре, и понятно, что у шатра есть складки. Единственное, что... Надо обратить внимание на то, что складки этого одеяла они полностью дублируют складки шатра. То есть папа держит одеяло над младенцем, а Всевышний держит одеяло над папой. И с мамой, и с сестью, и с ним. То есть это такое же точно одеяло, все то же самое. Это очень завуалированная, очень глубокая мысль, глубоко там спрятанная, но она сделана не для того, чтобы ее отгадывали или искали. То есть это не их дешеков здесь воздержали? Она сделана для того, чтобы эта мысль могла на ассоциативном ряде, на ассоциативном уровне абсолютно неосознанно могла зайти в мозг человека и там осесть. Если из тысячи человек, которые посмотрят эту картинку, у одного это сядет, я сделаю себе. На самом деле, вот эта мысль, я не знаю, для кого вы ее создали, но мне вот эта мысль греет. Поэтому вот эта репродукция, она самая любимая у меня, из-за вот этой мысли, самая любимая репродукция у меня вот эта, что Всевышний над нами точно так же, как мы стараемся. И наоборот, точно так же, как Всевышний от нас ожидает, мы должны пытаться, как бы, что называется, да? Его ожидания от нас выполнить, постараться, чтобы они сейчас оправдались. Сделать ему нахот, Ру. Сделать ему нахот, точно так же, как мы хотим. Нахот счастья от наших детей. Большое спасибо Рыбгаде, большое спасибо Рыбаре. Мне кажется, что эта мысль, она стоит очень много. Ее стоило раскрыть. Спасибо большое. Спасибо.